В битве за Кавказ не было масштабных сражений. Однако тысячи казахстанцев имеют к ней непосредственное отношение. Одни били гитлеровцев в горах Кавказа, другие готовили для Красной Армии горных стрелков в специально созданной школе. Среди них Леонид Кельс и Боревой Маричек. После неудачного наступления на Москву осенью 41-го года, к лету 42-го гитлеровское командование решило направить основной удар на южные регионы Советского Союза. В том числе на Кавказ. Для советского командования это оказалось неожиданностью. Немцы перешли в стремительное наступление. К концу лета подошли к Сталинграду. Часть войск направили на Кавказ. Немцы двинулись туда, потому что ресурсно им не хватало горючего уже. Нефть, которую поставляла Румыния, все-таки не удовлетворяла полностью потребности. И немцы решили ударить и через главный Кавказский хребет выйти на побережье Черного моря и уже там захватить те районы, которые им нужно было. Дойдя до Сталинграда, одновременно развернув войска на Северном Кавказе и одновременно со стороны Крыма немецкие войска устремились, значит, планировали захватить Сухуми, с севера, значит, Батуми, Баку и Твилиси и действительно вот ввести свои войска полностью там оккупировать Кавказ. Главной ударной силой вермахта на Кавказском направлении стал 49-й горный корпус. В ее состав входила дивизия горных стрелков Эдельвейс. В ее составе служил кинооператор Вольфганг Гортер, снимавший поход на Кавказ в пропагандистских целях. Только на пару секунд камера успевает заснять на леднике отступающих русских. В годы войны лента так и не вышла на экраны. Отснятый материал попал в Германию только в 43-м году. К тому времени гитлеровцы потерпели несколько крупных поражений. Бравада была уже неуместна. Однако фильм остается уникальным кинодокументом о горных стрелках вермахта. Перед нами простирается 30-километровый ледник Азал. Над ним как спина одногорбого верблюда Ушба, на которую много раз поднимались и германские альпинисты. По комментариям автора видно, что он хорошо ориентируется в Кавказских горах. И это не случайно. С 34-го по 40-й год у нас побывало несколько тысяч молодых немцев. Это все были ребята из этой дивизии. Командир немцев, которые устанавливали флаги, он не только был на Кавказе, и на Эльбрус ходил, он до войны. Он в лицо знал наших инструкторов. А до войны вот этот склон. Немецкий парень брал с собою. Он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Горно-стрелковые части были и в Красной армии. Однако, по большому счету, горными они были только по названию. Бойцы были одеты в те же шинели, что и обычные пехотинцы. Обуты в те же сапоги. Вооружены теми же винтовками. Не имели специальной экипировки и подготовки. Обучение проводилось, то оно проводилось, как правило, не в высокогорье, а в среднегорье. И попытки альпинистов до войны воздействовать на управление физподготовки Красной армии, что давайте это все делать, там мнение было такое, что а зачем нам на Эльбрус лезть? В бои будут идти на равнение, ну или в предгорьях. То есть нам ни экипировки не надо, и обучать не надо людей, и так далее. Веревка медленно ползет с уступа на уступ, вгрызается в скрипучий ред веселый рядоруб, свисает, как мохнатый мех, тяжелый вечный снег, а он вот здесь, он выше всех дерзнувший человек. До войны только в горах близ Алматы было проведено несколько альпиниат. Подготовку прошли около 10 тысяч человек. Такого количества квалифицированных альпинистов хватило бы на формирование полноценной горно-стрелковой дивизии. Но в Красной армии просто не было специальности горно-стрелок. А раз ее нет, значит люди, которые ходят, они через военные комиссариаты учета такого не велось. Военно-учетной специальности нет, комплектованием частей занимаются военные комиссариаты, все. У вас нет данных о том, кого собирать. Летом и осенью 42-го квалифицированных альпинистов очень не хватало советским частям, оборонявшим Кавказ. По статистике, из 10 погибших красноармейцев 9 погибало не от вражеских пуль, а от камнепадов, лавин, переохлаждения. Когда же дело доходило до столкновений с врагом, тактическое превосходство фашистов было очевидным. Подразделение занимает перевал, и все. Пехота, которая обычная, которая могла бы через перевал пройти, где тропы были на Кавказе, они так и пытались эвакуацию провести, пройти через перевал. А немцы занимали эти перевалы, и все, и не пускали, и там, что с ними сделаешь? Пытались атаковать в лоб перевал. Бесполезно абсолютно. Одно отделение немцев с двумя ручными пулеметами могу полк держать. Спокойно. Вперед! Немедленно сообщить всем опорным пунктам. Все имеющееся в распоряжении оружие направлено в сторону предполагаемой дислокации противника. К началу зимы 1942 года Красная Армия удалось перекрыть важнейшие перевалы и тем самым остановить продвижение немецких войск по горам Кавказа. Однако на занятой гитлеровцами территории оказался один пункт, который был важен с точки зрения не стратегии, а идеологии. Примерно в 13 часов среднеевропейского времени мы вступаем на вершину громаднейшей ледяной горы, между Европой и Азией, на высоте 5633 метра. Мы укрепляем военный флаг Рейджа на деревянной тригонометрической пирамиде. Это ледяная гора, вершина Эльбруса, высочайшая горы европейского континента. Оператор Вольфган Гортер оказался в числе 12 стрелков, которые в августе 1942-го установили на пике флаг гитлеровской Германии. Немцы, когда сходили, назвали переименовать в пик Гитлера. Выпустили медали, пик Гитлера, есть медали, каждому дали. Каждый получил отпуск 20-дневный домой. Там каждый, кто приезжал к себе, там местная пропаганда Геппельстар организовала так, что шум подняли в журналы, газеты. Ну, вот теперь немецкий флаг над всем Кавказом. Ну, это пропагандистская фраза, потому что, ну и что, ну вы на Эльбрусе сидите, а перевалы заняты советскими войсками, никуда вы не прошли. В ноябре 1942-го Красная Армия перешла в наступление под Сталинградом. Части вермахта, расположенные на Кавказе, оказались под угрозой окружения и начали отступать из горных районов. В начале 43-го советское командование приказало снять немецкий флаг с Эльбруса. В 2009 году Владимир Вуколов был в числе альпинистов, которые повторили маршрут той экспедиции. Вот мы ходили, например, в конце августа, на вершине было минус 25, ветер был не очень сильный, а когда сильный ветер, на Эльбрусе, ой-ой-ой, там очень сложно. А тут февраль месяц. В полушубках, кошки одеты на валенки. Я вообще всю жизнь занимаюсь альпинизмом, и я не могу понять, как кошки можно на валенки приспособить. В числе тех, кто отправился в феврале 43-го на вершину Эльбруса, был и казахстанец Леонид Кельс. Он алматинец сам, он учился в казахском педагогическом институте имени Абая. Я занимался в секции альпинизма, тогда был энтузиазм такой. Альпиниады вот эти были многотысячные, там ходили люди по горам. 60 молодых альпинистов, студентов алматинских институтов, преодолевшие трудности возрождения, гордостью водрузили на вершине образ великого Сталина. В начале войны Леонид Кельс прошел краткосрочные курсы младших лейтенатов и был отправлен на Кавказ, где получил под командование роту. Это, так сказать, классический образец подготовленного бойца, офицера, который понимает вообще тактику ведения боев в горной местности. Ну а потом, раз это учитель, значит, методист, он легко мог передавать свои знания солдатам, и это спасало им тоже жизнь. Для своих бойцов Леонид Кельс собрал горное снаряжение с близлежащих турбас, обучил технике передвижения в горах и тактике ведения боя. Леонид Кельс не атаковал перевалы, занятые стрелками дивизии «Дельвейс», в лоб. Вместо этого он со своими солдатами по скалам взбирался на вершины, возвышающиеся над перевалами, и уничтожал врага сверху. Те боевые действия, которые он руководил вот этим отрядом, они показали, что хорошая экипировка и подготовка войск, вот в данном случае этого подразделения, они давали большую эффективность, такую, что первые победы над горными стрелками немецкими была одержана как раз вот этим подразделением. Альпинист высокого класса, отличный командир. Неудивительно, что Леонид Кельс вошел в группу, которой в феврале 43-го приказали снять фашистский флаг с Эльбруса. И установка флагов, и снятие этих флагов было чисто пропагандистским явлением. Когда они поднялись на западную вершину, там обрывки были, в августе установили, они в феврале были, там от этих флагов остались какие-то ремки. Там эти ремки собрали в качестве, так сказать, доказательств, там свернули, потом в штабе там показывали. Песня «Баксанская» наиболее известна в исполнении советского барда Юрия Висбора. Ее текст в феврале 43-го написали участники советской экспедиции на вершину Эльбруса. С тех пор она считается гимном горных стрелков Красной Армии. Песня «Прохотал твой грозный автомат, Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд, На костре в дыму трещали ветки, В котелке дымился крепкий чай, Ты пришел усталый из разведки». Леонид Кельс своим личным участием обеспечил снятие фашистских флагов и установление на высочайшие точки Европы государственного флага СССР. Так подвиг Леонида Кельса описан в наградном листе. За участие в этой операции казахстанец был награжден медалью «За отвагу». Опыт боев на Кавказе показал, что наиболее эффективно в горах действуют солдаты, прошедшие альпинистскую подготовку. Еще до войны горы Северного Тиньшаня стали одним из центров горного туризма Советского Союза. Теперь Казахстану и Киргизии предстояло стать кузнецей кадров для горных частей Красной Армии. Горных стрелков, рядовых сержантов, готовить начали прямо с сентября 1941-го. Это так называемые ВУПы, военно-учебные пункты. Был план подготовки горных стрелков прямо с 1941-го года, был расписан по горным районам Советского Союза, потому что и в Киргизии был план подготовки горных стрелков, у нас был. Летом 1943-го вблизи Алматы открыла школа подготовки горных стрелков и инструкторов горной подготовки. Ее основой стала турбаза «Горельник», построенная еще в 30-х годах и ставшая отправной точкой для многих альпинистских восхождений. Сегодня это место находится за плотиной Медео по дороге на Шамбулак. Скалы, на которых шли занятия, они находились, вот как от горельника по дороге вы на Шамбулак едете, есть мост, прямо возле базы. Вот мост переезжаете, и вверх пошла дорога. Сразу вверх, вот где взлет начинается, перед взлетом речка Сырысай впадает. И вот там есть скалы, сейчас дорога прям подходит к ним. И вот на этих скалах шли занятия. В начале войны здесь прошли подготовку альпинисты и инструкторы, которые позже стали готовить горных стрелков. Филиалом Алматинской школы в горах Киргизии руководил известный альпинист Боревой Маричек. История чешской семьи, оказавшейся в Средней Азии, начинается в годы Первой мировой войны. Отец Боревоя Маричека, как подданный Австрии, должен был пойти на фронт и воевать против России. Скрываясь от мобилизации, Рудольф Маричек с женой и детьми оказался в Харькове. А оттуда отправился на восток. Дорога была очень сложная, трудная. Больше месяца они ехали из Харькова в город Верный. И по дороге у них умерли старшие двое деток. А мой папа был совсем грудным ребенком, он в Харькове родился. И он не заразился по этому скарлатину, он был грудной и выжил. И вот так они прибыли в горе, в несчастье, прибыли в город Верный осенью 1917 года. Рудольф Маричек участвовал в установлении советской власти. Был первым редактором газеты «Заря Востока», которая позже стала называться «Огняла Тау». Организовывал первые колхозы и промышленные предприятия. А любовь к горам помогла ему выполнить дипломатическую миссию. Осенью 1918 года, ранней осенью, он отправился с дипломатической миссией в Китай через горы. Несколько горных хребтов преодолел. Он туда отправился с проводником, молодым киргизом Амандыком Канаевым. Они с дипломатической миссией шли в Урумчи с тем, чтобы с воззванием от советской власти к киргизам и казахам о возвращении на родину. Свою любовь к горам Рудольф Маричек передал детям. До войны боревой Маричек занимался альпинизмом вместе со своей женой Анастасией. Летом 1941-го он, как и многие сверстники, стал проситься на фронт. Но его, выпускника физико-математического факультета, направили в школу связистов. А к моменту окончания его учебы Красной Армии как раз потребовались квалифицированные альпинисты. Боревой Маричек вместе с женой прошли курсы инструктора в школе под Алма-Атой и были направлены в Киргизию для открытия передвижного филиала этой школы. И в течение 1943 года они подготовили 6,5 тысяч горных стрелков в горных районах. В Аше, в Сулюкте, в Нарыне, в Пржевальске и во Фрунзе. Школа в Горельнике за три года своей деятельности подготовила 12 тысяч собственно горных стрелков и полторы тысячи инструкторов, которые в дальнейшем обучали советских солдат. В том числе тех, кто окончательно освобождал Кавказ. Наступательные бои начались в 1943 году, в конце января и до осени 1943 года, до конца сентября, до октября 1943 года они продолжались. И к осени 1943 года были освобождены минеральные воды, Пятигорск, Сентупи, Майкоп. И затем бои уже перешли, как говорится, в Приморье, в Крым. В 1944 году в Алматинской школе горных стрелков обучались уже не призывники, а боевые офицеры, отозванные с фронта. По воспоминаниям преподавателей школы, многие из них поначалу относились к горной подготовке несерьезно. Они возражали, просто возражали. Фронтовики им чего было бояться. Но когда начали им показывать, что вот вы батальоном или ротой поднимаетесь, а три альпиниста вас забросали, вот так сели в засаду там и забросали вас взрывпакетами, все, вас нет. Тогда до фронтовиков начало доходить, что ну нельзя так. Альпиниста в этом убеждать не надо. Он это, он про лавины и камнепады знает еще, когда он был значкистом. Ему это объясняли. И то, что люди погибают в горах, мы много раз сами убеждались. Вот, вчера был друг, а сегодня его нет. Мама была в 44-м году назначена физруком на командирские курсы, как раз вот по подготовке командного состава. Ей было 23 года от роду. Она была беременна, ждала меня. И в общем ей было очень непросто. К тому времени боревой Маричек уже ушел на фронт. Как этнический чех, он был зачислен в Чехословацкий армейский корпус. Под командованием генерала Людовика Свободы, это подразделение вместе с Красной армией воевало против фашистов. Отец отправился в марте 44-го года. Успел, застал под Москвой уходящий состав последний уже. И вот с ним отправился на фронт. И поскольку он в начале войны получил, обучился в школе связи, он и попал в батальон связи при генеральном штабе генерала Свобода. В боях за освобождение Восточной Европы боревою Маричеку пригодились альпинистские навыки. Командование поручило ему подготовить группу бойцов и выбить фашистов с высоты, с которой простреливалась стратегически важная дорога. Три дня он с небольшим подразделением бойцов тренировались, бегали вверх и вниз, чтобы одним махом зайти с тыла и вышибить их оттуда. Что они сделали, значит, когда отец осматривал вот этот пулеметный расчет, не осталось ли в живых кого, он у одного из егерей Скепи оторвал Идельвейс. Это символ вот этой дивизии эсэсовской Идельвейс. И этот трофей его мы сохраняем по сей день. И вот как раз за эту операцию отец получил высшую награду Чехословакии, крест 1939 года. Победу боревой Маричек встретил в Чехословакии. Война для него закончилась только 14 мая. Отдельные части вермахта оказывали сопротивление еще на протяжении нескольких дней после того, как Германия капитулировала. После войны боревой Маричек вернулся в горы Северного Тиньшаня и продолжил развивать горный туризм и альпинизм в Советской Киргизии. У истоков альпинизма киргизского как раз был мой отец и его друг тоже Чех Владимир Рацик. И вот папа был инициатором создания альпинизмского лагеря в Аларче, около города Фрунзе тогда. И первым его начальником учебной части. Мама была единственной из женщин вообще в Советском Союзе начальником спасательного отряда. Именами Боревоя Маричека и его жены Анастасии Бондаренко сегодня названа одна из двуглавых вершин Киргизского хребта. А улица Маричка в Алма-Ате получила свое имя в честь Рудольфа Маричка. Дед Инизили Боревоевны в 60-х годах жил и работал в Алма-Ате. Я с ним совершила восхождение под 5000 метров. Это 4500-4600 тысяч над уровнем моря. А деду было 73 года в ту пору. И свой последний переход в горах, поход он совершил, когда ему было 82 года, осенью 69 года, когда его пригласили в Альплагерь Толгар прочитать лекцию. И сказали, что пришлют за ним машину из Алматы. Он в ту пору уже жил в Алма-Ате. И он сказал, что не надо, я сам приду. И через перевал Толгарский, через Малое Алматинское ущелье, Медео, на перевал Толгарский, он спустился в Альплагерь. Ему было 82 года. Леонид Кельс в одном из боев в горах Кавказа был контужен. После лечения он остался в Грузии. Продолжил заниматься преподавательской деятельностью и горными восхождениями. Когда он лечился, значит, познакомился с очень красивой грузинкой и на ней женился. И потом остался там на Кавказе. И, значит, работал в Нахимовском учили, физику преподавал. И потом долгое время работал, учил детей в обычной школе в Тбилиси. Его восхождение здесь, на Северном Пеньшане, были после войны, в послевоенное время. Он мастером спорта стал, альпинизму. Вот. И, значит, он не изменил любимому Казахстану. Леонид Кельс, инструктор альпинизма оперативной группы Закавказского фронта. Родился в 1918 году в Алма-Ате. В сентябре 1939 года был призван в Красную армию. С лета 1942 года участвовал в боях на Кавказе. В феврале 1943 года принимал участие в операции по снятию фашистского флага с вершины Эльбруса и установлению флага СССР. Награжден медалью «За отвагу». Скончался в 1974 году в Тбилиси. Боревой Маричик, инструктор альпинизма. Надпоручик 1-го чехословатского корпуса. Родился 25 марта 1917 года в Харькове. В 1943 году прошел подготовку в школе горных инструкторов «Горельник». Возглавлял передвижной филиал школы в Киргизии. В 1944-1945 годах участвовал в освобождении Восточной Европы от фашистов в составе 1-го чехословатского армейского корпуса. Награжден орденом Красной звезды. Скончался 8 мая 2001 года. Редактор субтитров А.Семкин